Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на канале 1612. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. В студии Михаил Тишин. Сегодня в выпуске. Очередной удар в спину от союзников ЕАЭС. Евразийские лидеры против Кремля. Путин такое не прощает. Мирное гражданское движение Коще Партиясы вслед за ДВК объявили экстремистами. В Аккорде явно паникуют. Жанна Бота снова под угрозой экстрадиции. Сколько режим Казахстана готов заплатить, чтобы вырвать из Украины лидера ДВК? Евразийский союз дал первую трещину. Токаев, Лукашенко и Пашинян потребовали от Кремля равных условий в экономических отношениях. Такой согласованный демарш против Путина требует предварительной подготовки. Назарбаевская евразийская идея не выдержала мирового кризиса. Россия как партнер ничего не стоит без нефтедолларов. И союзники приготовились бежать с тонущего евразийского корабля. 19 мая состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Токаев на нем выступил с резкой речью в адрес России. Конечно, СМИ Казахстана провластные блогеры радостно комментировали события. Теперь Токаев не только автор слышащего государства, но и защитник Казахстана на площадке ЕС. Нам пытаются продать идею, что игры диктаторов бывают в пользу народа. В целом, поддерживая идею его принятия, тем не менее, полагаю, что существуют некоторые вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и проработки. Токаев выступил против подписания стратегии ЕС до 2025 года, предложенной Путиным. Его поддержали также Лукашенко и Пашинян. Утверждение документа отложили до очной встречи. Союз с Россией изначально был неравноправным из-за колоссального экономического разрыва между участниками. ВВП России составляет 1,6 трлн долларов. Почти в 10 раз больше Казахстана, в 30 раз больше Беларуси. ВВП России составляет 87% от суммы всех участников ЕС. Участие других стран в ЕС Путин обеспечил банальным шантажом. Армения полностью зависит от российских поставок электроэнергии и газа. Необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро. Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одним из основ нашей интеграции. При этом сам Путин поставляет оружие и Азербайджану. Таким образом создает давление на Армению и лицемерно выступает миротворцем между этими двумя странами. Беларусь жила за счет поставок дешевой нефти из России, которую потом перепродает на Запад, что обеспечивает финансовую стабильность режима Лукашенко. Неурегулированным остается, как докладывают, вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. При том, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Кыргызстан полностью зависит от экономики России по всем параметрам. Добычи полезных ископаемых, финансовой помощи, рынка труда для граждан. Казахстан получил от Путина бесплатную военно-техническую помощь, оружие, дешевые промышленные технологии и оборудование. Путин всегда выступал гарантом стабильности и безопасности режима Назарбаева. Отношение межгосударственной России и Казахстана является вообще эталоном, примером. Если бы такие были отношения между многими соседними в мире, мы бы не имели таких трудностей, которые сейчас переживаем. Все было хорошо, пока режим Путина благополучно существовал за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. С обвалом цен поток нефтедолларов закончился. У Путина не хватает денег уже на поддержание собственной экономики и спасение бизнеса. Россия продает природный газ в Европе в это непростое время аж до 70 долларов. 68, 65, но не 127, никак не 127, как для Беларуси. Участники Союза поняли, что корабль ЕС готов пойти на дно. Все бросились спасаться с тонущего корабля и требовать свою долю. А кординские пропагандисты резко сменили курсы, наперебой нагнетают истерию о бесполезности ЕС. Почему наши товары не пропускаются на ваши рынки под всякими предлогами? Почему товары из Украины к нам не пропускаются? Почему мы не можем продавать нефть в Беларусь? Когда пять лет назад гражданское общество Казахстана выступало против подписания этого договора, людей не слышали. Почему у нас отняли все правовые инструменты, чтобы сказать, допустим, пойти в страну и заявить о том, что нас что-то не устраивает. Вот меня, к примеру, совершенно не устраивает то, что сейчас происходит вот это объединение с Россией. Я против этого союза, потому что этот союз несет столько агрессии, и мы должны об этом тоже говорить. И вот у меня нет инструмента пойти и сказать об этом обществу, сказать об этом правительству, президенту. Депутаты единогласно проголосовали за участие в ЕС и запустили процессы, которые усложнили жизнь отечественных предпринимателей. Показушный союз устраивал тщеславного Назарбаева. Дошло до того, что пропагандисты Кремля и Акарды устраивали церемонии и отмечали юбилейные даты, посвященные рождению идеи Евразийского союза. Теперь Назарбаев – почетный председатель Евразийского пузыря, который вот-вот лопнет. Во всех этих вопросах мы должны быть вместе, потому что это полезно каждому народу, это обогащает каждый народ. А ведь от сближения экономики, от духовного сближения, сближения культуры образования растет то спокойствие, которое сегодня очень необходимо всем. Любое непослушание Путин воспримет как попытку предательства. Он расценил как измену попытку Украины к евроинтеграции. Политика Путина – шантаж, выкручивание рук с помощью санкций, прямые угрозы и интервенция. Евразийский союз – это очаг новых конфликтов, которым привел Казахстан режим Назарбаева. Генеральная прокуратура Казахстана объявила мирное гражданское движение Коще Портиесы экстремистской организацией. Экстремистов в стране стало слишком много. Какую часть мирного населения власти готовы объявить экстремистами, чтобы защитить свою монополию на ограбление и насилие в стране? Запрет движения Коще повлечет за собой усиление репрессий по отношению к гражданским активистам. Создаст дополнительные ограничения прав граждан. Долг каждого гражданина – не допустить очередной произвол против патриотов. ДВК продолжает действовать как мирное политическое движение вплоть до полной смены режима Назарбаева. ДВК не переименовывался и не менял метода действия и политической программы. Утверждение властей о переименовании – ложь. ДВК не имеет отношения к созданию Коще Портиесы, хотя и приветствует новую народную политическую силу. Мы уже не первый год боремся за то, чтобы в нашем Казахстане восторжествовало равноправие, справедливость и как бы не было политзаключенных. Решение о запрете было принято тайно Есильским районным судом и нигде опубликовано не было. Есть только короткий пресс-релиз на сайте Генеральной прокуратуры. Требуем немедленной отмены решения Есильского суда по признанию мирного народного движения Коще Портиеса экстремистской. Прокуратуры, вынося такой приговор мирному движению, Коще Портиеса лишь доказывает то, что санкции в отношении Генерального прокурора Агензатора Довлетова обоснованы. Также было и с запретом ДВК в марте 2018-го. Тогда решение суда тоже никто не увидел, но на его основании сразу стали арестовывать и заводить уголовные дела. Почему вы решили единолично, что ДВК трансформировался Коще Портиеса? Это два разных движения. Мы соблюдаем законность и нормы Конституции РК. Почему другие не являются экстремистами? Они тоже требуют отставки предправительства. Согласно Конституции РК, мы имеем право на мирно собираться и высказывать свои убеждения. Ни одна страна в мире не занимается таким абсурдом. Главный закон РК, РК превратилась в настоящее пошмешище. Участники Коще Портиеса поддерживали демократические программы ДВК и требовали полной смены власти. С такими же требованиями выступают и Оян Казахстан, и ДПК Жанбулата Мамая. Но их режим не считает опасными и не запрещает. Мы в составе десяти лидеров Коще Портиеса хотим подать апелляционную жалобу и отстаивать наши права. Текст решения обнародовали только через несколько дней. Его опубликовал на своей странице юрист из Астаны. Но и без самого решения очевидно, что запрет абсолютно незаконен. Согласно статье 76 Конституции, судебная власть имеет своим назначением защиту прав, свободы, законных интересов граждан и организаций. Коще Портиесы ничьих интересов не нарушала, выступая лишь за общечеловеческие ценности и свободы. А согласно статье 77 в суде каждый имеет право быть выслушанным. Однако участников чата Коще Портиесы и участников чата движения никто ни о чем не предупреждал и в суд не вызывал. Запрет мирной оппозиционной организации нарушает действующую Конституцию. Поэтому 22 мая несколько активистов Коще пришли к зданию Есильского райсуда с требованием предоставить им решение для обжалования. Ни одного факта. Ни прокурор не может предоставить сейчас. Вот 8 часов меня держали. Ни одного факта. Ни Коще Портиес, ни ДВК. Один факт, что свергнут. У нас смена режима, смена власти мирным, демократическим. Это Конституция Республики Казахстана написано. Мирные митинги разрешаются. Но в суд их не пустили. А потом без объяснений грубо задержали и отправили в полицию. Этой власти нечего дать своему народу, кроме полицейских автозаков и дубинок. Это и есть слышащее государство Токаева. Как только оно слышит людей, оно отправляет их за решетку. Власть боится своего народа и готова идти на преступления, чтобы предотвратить любые политические инициативы простых людей. Коще Портиесы основана в феврале и всего за пару месяцев к их телеграм-чату присоединилось 180 тысяч человек. Власти не удастся сделать экстремистами всех инакомыслящих. Все это мирные казахстанцы, которые выбрали для своей страны курс развития и процветания. Активисты! Не экстремисты! Активисты! Не экстремисты! Активисты! Не экстремисты! Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделитесь своим мнением и вы. Подробнее читайте на наших страницах в соцсетях. Режим Назарбаева предпринимает все более отчаянные и наглые попытки ударить по ДВК и остановить деятельность движения. Под угрозой экстрадиции в Казахстан вновь оказалась координатор штаба ДВК в Киеве Жанара Ахметова. Она находится в Украине вместе с несовершеннолетним сыном с начала 2017 года. Все это время спецслужбы Казахстана атакуют Жанару, штаб ДВК, канал 1612. Это уже четвертая попытка властей осуществить экстрадицию. Режим не жалеет средств, чтобы добиться выдачи Жанары в Казахстан. Судебные власти Украины уже несколько раз выносили решения в пользу Жанары, но спецслужбы Казахстана не жалеют средств, чтобы заставить Жанару молчать. На стороне режима Назарбаева выступила миграционная служба Украины, уже дважды отказав Жанаре в защите от политического преследования. Но независимые суды каждый раз признавали решения миграционной службы незаконными. У нас было еще два суда, которые были связаны с временным арестом, которые были связаны с экстрадиционным арестом, где точно так же в апелляционных инстанциях меня поддержали сутки. И доказывать это на протяжении двух лет в Украине и после этого прийти в миграционную службу и получить бумажку, на которой написано «Вы не соответствуете конвенциальным признакам», я считаю это издевательство, это неуважение. Но в условиях карантина казахстанские спецслужбы организовали тайное судебное заседание, по итогам которого все прежние решения были отменены, и Жанара получила отказ в предоставлении статуса беженца. В судебной практике Украины ничего подобного не было, ведь решение кассационной инстанции абсолютно незаконно. После последнего суда в пользу Жанары миграционная служба подала жалобу. Верховный суд уведомил адвокатов с защитой, что рассматриваться жалоба будет по окончанию карантина. В течение 10 дней после его отмены у них будет возможность подать свой отзыв на жалобу и подготовиться к суду. В Украине карантин был объявлен до 22 мая и продлен до 22 июня. Все официальные учреждения не принимали граждан. Таким образом, суд не мог состояться просто потому, что невозможно было не получить, не подать документы. Для влияния на ход дела Жанары в Украину из Казахстана прибыл новый посол Дархан Калитаев, главный пропагандист Назарбаева, которого задействуют для самых грязных преступлений. Поэтому 19 мая адвокатам Жанары на почту поступило уже готовое решение суда. В нем указано, что заседание состоялось еще 14 мая, а сама Жанара и ее представители якобы отказались от подачи документов и участия в слушании. Суд прошел тайно, без уведомления Жанары с обманом и нарушениями требований карантина. За время карантина в суде не было рассмотрено ни одного подобного дела. Исключительность такого решения указывает на признаки коррупции при вынесении решения. Так проигнорированы предыдущие судебные решения, в том числе того же Верховного суда. В них подробно доказывалось, что Жанара преследуется по политическим мотивам за работу в штабе ДВК. Несколько человек в Казахстане были осуждены за экстремизм лишь на том основании, что переписывались с Жанарой в соцсетях. Мы стоим у стен изолятора, где заключены наши ребята, наши друзья по политическим мотивам. Сейчас преследуется по политическим мотивам Жанара Ахметова. Она является нашим политическим деятелем, который находится на территории Украины. Сейчас казахстанские власти требуют их традиции. Находясь в тюрьме, все мои допросы сводились к моему знакомству с Жанарой Ахметовой, которая находится сейчас в Украине. Мне и моим маленьким детям угрожали физической расправой за общение с ней. Оппозиционное движение ДВК у нас в стране является экстремистским. За это нас судят, за это нас садят в тюрьмы. Наши тюрьмы переполнены политзаключенными, гражданскими активистами. Стоп экстрадиции! Стоп экстрадиции! Стоп экстрадиции! В решении неупомянутая информация, которая по настоянию предыдущего суда была детально изучена. О том, что Мухтар Аблязов преследуется в Казахстане именно как лидер ДВК. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International осудили действия казахстанской власти и объявили Мухтара Аблязова узником совести. Государственный департамент США отметил, что судебное дело в отношении Мухтара Аблязова сопровождалось многочисленными процессуальными нарушениями. В связи с нарушением прав Жанары Ахметовой к властям Украины обратились европейские политики и правозащитники. Правозащитники и представители международных организаций, которые заявили о политическом характере преследования Ахметовой и недопустимости ее экстрадиции. Глава Хельсинской комиссии США Международные правозащитные организации Репортеры без границ Итальянская Федерация по правам человека Фундация Открытый диалог Freedom House Наиболее известные украинские правозащитные организации Украинский Хельсинский Союз по правам человека Харьковская правозащитная группа Харьковский Институт социальных исследований Центр гражданских свобод Центр прав человека Змина Экспертный центр по правам человека Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Казахстанские правозащитники Федерация равноправных журналистов Казахстана Общественный фонд Аррухак Совесть Дух Правда Казахстанское международное бюро по правам человека Также письмо в поддержку Ахметовой написали более 500 казахстанских активистов Европейские политики Депутаты Европейского парламента Джули Ворд Начо Санчес Амор Петрос Ауштревичус Владимир Бильчик Бернард Гетта Ларс Патрик Раса Юкневичене Михал Шемечко Известный европейский парламентарий Ребекка Хармс Депутаты итальянского парламента Дело Ахметовой фигурирует в отчете специального докладчика ООН по вопросам о положении правозащитников и письме представителей ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дело Ахметовой рассматривается в отчете подкомитета Европейского парламента по правам человека злоупотребления красными уведомлениями Интерпола и влияние на права человека В 2017 году народные депутаты Украины из разных фракций подчеркнули, что это дело имеет политический контекст Это дело обсуждалось в украинском парламенте на заседаниях Комитета по вопросам прав человека и Комитета по свободе слова Политический мотив преследования Жанары Ахметовой очевиден Именно поэтому столько организаций по всему миру и граждан Казахстана встали на ее защиту Это уже четвертая попытка экстрадиции Но мы уверены, что совместными усилиями правозащитников, политиков и гражданского общества Казахстана Мы обязательно отстоим Жанару и ее сына На сегодня все Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках С вами были новости на канале 1612 До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok